Привет, дорогие друзья! С очередной пятницей вас! После двухнедельного перерыва я возвращаюсь на YouTube и сегодня хотела бы поговорить о том, как правильно оценить свой дом, чтобы его быстро продать, как не сделать ошибку и остаться сидеть на рынке слишком долго. Причина моего двухнедельного перерыва в том, что я наконец переехала, переехала туда, где я хочу жить уже давным-давно. Меня держало то, что мы вынуждены были жить в Fairfax County, чтобы наш младший сын закончил наконец школу, он в этом году и закончил, и мы переехали туда, где мы хотели быть изначально. Поэтому, ну, конечно, как вы поняли, не в Fairfax County, но мы наконец там, где мы хотим, поэтому я очень рада и довольна. И сейчас продолжу свою серию видео и буду стараться больше не пропускать. Прошу прощения за перерыв. Ну, давайте поговорим о том, почему некоторые дома стоят на рынке долго и не могут продаться, а другие дома уходят буквально за 24-48 часов под контракт. Многое связано с состоянием дома. Конечно, продавцы готовят свой дом, они как бы приводят его в такой очень презентабельный вид, и тогда дом уходит быстро. Но еще многое связано с ценой. Когда продавцы оценивают свой дом и выставляют его за завышенную цену, несмотря на состояние дома, такой дом будет стоять на рынке долго, ну, не долго, но дольше, чем другие, потому что, во-первых, многие покупатели, которые могли бы купить этот дом, они не попадают в тот ценовой предел, который, допустим, у вас дом стоит, ну, скажем, 700 тысяч. Вы хотите его выставить 720. А если вы его выставите за 699 или 700 хотя бы, в ваш диапазон попадают люди, которые ищут до 700 тысяч ценовой предел. Если же вы ставите 720 и выставляете его на рынок, то те люди, которые ищут в пределах до 700, они его просто в ваш доме не видят. А рыночная цена, допустим, вашего дома 700. Так вот, если бы вы выставили за его 699 900 или даже просто 700, вы бы показали, вы бы, во-первых, расширили свою потенциальную аудиторию покупателей, во-вторых, вы бы сделали так, что просто за счет того, что количество людей увеличивается, которые приходят смотреть этот дом, у вас больше вероятность того, что будет война между этими покупателями, и цена будет все равно выше, потому что как можно больше людей увидят ваш дом. И еще одна вещь, это когда люди видят на интернете, допустим, на имейлах, которые мы рассылаем своим клиентам, видят эти дома, и эти дома стоят выше, чем рыночная цена. Мы же тоже говорим своим клиентам рыночные цены этих домов. И они уже после какого-то периода поиска понимают, что какие дома сколько стоят. Поэтому они просто даже смотреть не будут на дом, который был, где запрашивают слишком много, потому что сразу мысль покупателей такая, что если продавец выставил свой дом за завышенную цену, значит, он не хочет ввести переговоры, чтобы ее понизить. Поэтому имейте это в виду. И, как правило, мы, как агенты, всегда показываем такую пирамиду, что есть рыночная цена посредине этой пирамиды, та верхушка, которая выше рыночной цены, она маленькая, уменьшается, а та трапеция, которая ниже этой рыночной цены, она расширяется. Вы увидите, что это говорит о том, что пул потенциальных покупателей у вас идет, чем ниже вы выставляете цену, тем больше людей вы попадают в эту сеть людей, которые могут прийти и посмотреть. Ваша цель при продаже дома – показать его лично людям, то есть как можно больше, чтобы людей пришло и посмотрело ваш дом физически, не на картинках и не на фотографиях. Это делается так, что именно цена дает такую возможность показать ваш дом как можно большему количеству людей в как можно короткий срок и получить как можно больше предложений в этот короткий срок. На этом все по поводу того, как оценивать дом. Конечно, всегда работайте с хорошими агентами, которые вам скажут рыночную цену вашего дома, не нужно гадать на кофейной гуще. Всегда получайте какой-то совет профессионалов и работайте. Но обязательно готовьте ваш дом на продажу. Я уже делала видео о том, как его подготовить. Повторюсь сейчас. Прежде всего, это свежая краска на стенах, снаружи, входная дверь, чистые окна, ну и там всякие разные мелочи. Найдите мое видео, посмотрите, если вам интересно. Если будут вопросы, обращайтесь. Я с удовольствием с вами пообщаюсь, отвечу на все ваши вопросы. И до следующей пятницы, еще не знаю, о чем я буду говорить, поэтому если у вас есть какие-то вопросы и вы хотели бы услышать видео на вашу тему в следующую пятницу, пожалуйста, дайте мне знать. Я с удовольствием что-нибудь запишу. На этом все. Хороших вам выходных. Пока!